Итак, то, о чем говорили ранее на законодательном уровне, с 1 марта стало актуальным для российских водителей. Теперь по действующим поправкам в Кодексе об административных правонарушениях владельцев авто могут оштрафовать за отсутствие диагностической карты о прохождении техосмотра. Стоит также понимать, что как таковой, обязательно техосмотр сегодня переведен на добровольную форму для водителей легковушек и мотоциклов. Для получения полиса ОСАГО не нужно получать диагностическую карту, как это было раньше. Но не все так просто. К примеру, если ДТБ произошло именно из-за неисправного автомобиля, то деньги за ремонт заплатит виновник аварии. Поэтому избежать проблем со страховой поможет осмотр, хоть и в добровольном порядке. Технический осмотр не обязателен для легковых и грузовых автомобилей, которые принадлежат на праве собственности физическим лицам и используются ими в личных целях. А также транспортное средство до 4 лет, включая год изготовления данного транспортного средства. Вместе с тем, прохождение технического осмотра обезнательно в случае, если владелец транспортного средства совершает регистрационные действия, либо ставит данное транспортное средство на учет. С 1 марта 2022 года внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которых административный штраф за отсутствие диагностической карты составляет 2000 рублей. К слову, одна из главных целей изменений в разы усложнить процесс покупки серых диагностических карт, то есть полученной без поездки к пункту осмотра и проверки исправности авто. Вместе с тем, специалисты поясняют еще одну особенность, которая следует за буквой закона – приказы, которые предусматривают штрафы и уголовную ответственность за нарушение правил техосмотра. Операторам при себе нужно иметь электронную подпись для документов. Подделывать диагностические карты станет практически невозможно. Регулярным осмотр будет для владельцев коммерческой техники. Владельцы такси и автобусов обязаны будут проверять транспортные средства каждые полгода. А машины, которые используются в служебных целях старше 10 лет, должны обновлять диагностическую карту ежегодно. Внесение изменений в конструкцию автомобиля и замена основных агрегатов – два исключения. Здесь получение диагностической карты останется обязательным. Причем возраст авто значения уже не имеет. Осматривать придется даже совсем новые машины, которым всего год. Константин Аникин, Артем Амзараков. Новости. Продолжение следует...